На наших фабриках и заводах работают бескапиталисты, работают труды в фабрике и заводе. У кого-то фабрика и завода? Люди из народа. Это и называется у нас социализмом. На деле. Слово предоставляется Карандашову Владимиру Дмитриевичу, доктору философских наук, профессору с докладом «Сталин и современный мир». Уважаемые дамы и господа. Всегда так. Скажешь, дамы, господа, товарищи тоже. Классовый подход. Так вот, есть президиум, есть регламент. По списку я должен выступать. Ну ладно, бог с ней. Значит, тему моего доклада «Сталин и современный мир». Ну я не буду говорить, как вожди любили выступать. Я уже перегорел по времени. Следует отметить, что не было ничего. Хорошие доклады всем не понравились. Я тоже преподаю в двух военных академиях. Общаюсь с разным контингентом. Всяк он наслышан. Но не было сказано в этой аудитории такого уважительного, почетного воинского звания, что наш дорогой Иосиф Фисарионович имел воинское звание генералиссимус Советского Союза. Он единственный в Советском Союзе имел такое воинское звание. В преддверии Великой Победы, значит, тут хотелось бы тоже такое выступление, чтобы оно и было. Значит, много военные проблемы в деятельности Сталина. Что вот, как Хрущев сказал, там по глобусу Сталин руководил. Значит, слабое военное руководство, слабая политическая воля. Вот. Подмор военных кадров. Ну, вы вдумайте, 75 лет победы. Вспоминаю золотыми буквами эти имена. Сталинская плеяда полководцев, маршал Советского Союза, Жуков, Рокоссовский, Мерецков, Толбухин, Мусилевский, Черняховский Иван Данилович, самый молодой генерал, дважды герой Советского Союза. Адмирал флота Советского Союза, Кузнецов Николай Герасимович, чье имя и наша академия до сих пор носит, возрождено. Десять сталинских ударов, тоже они занимают особое место в военной истории. Ну, и такие, связан Сталинникал во все военные операции, не по глобусу руководил, а всех командований знал, всех директоров заводов и фабрик знал по имени-отчеству. Значит, битвы такие, как битва за Москву, битва за Сталинград, Севастополь, Одесса, значит, дальше Киев, Ржев, моя родина. Кровопролитные бои прошли под Ржевом. Кровопролитные на уровне, значит, они шли на уровне Сталинград и Ржев под Ржевом. А что значит Ржев? Конечно, Сталинград, да, город-герой, значит, имя Сталина, почему и дали, а Ржеву после дали, задним числом, город воинской славы. Но Ржев сдержал как раз путь на Москву, это самое. До 1943-го боя, кровопролитные бои шли до сих пор, я вот сейчас день назад ехал, ну, все, памятник ставят там солдату, который Твородовский описал, что он погиб под Ржевом. Вот чистится город, великий город, и, значит, не могли немцы, засели они в Ржеве, не могли они пройти. Сибирскую дивизию якутов вызвали, это самое. Ну и другая сторона, хотелось бы сказать для нашего миропонимания, что как еще Суворов и Кутузов говорили, что война кончится тогда, когда захоронен поларах последнего солдата. Немцы выкупили землю под Ржевом, немецкое кладбище построено, там, вот, захоронение. Но, вдумайтесь, две армии советских лежат в противотанковых рвах, до сих пор не захоронено. Туристы там разные, значит, следопыты, юноармейцы там, волонтеры, российские захоронения, ну, вот такое явление. Не находится в государстве средств, как вот это здание отремонтировать, сделать действительно достойным. Вот это военная сторона. Ну и, конечно, мне хотелось бы несколько, буквально, времени мало, значит, почему народ тяготеет к Сталину, почему народ тяготеет к сильной руке. Значит, в деятельности Сталина, конечно, много можно выделить. Я бы хотел отметить четыре позиции в отношении славянского мира. Четыре основных составляющих. Во-первых, в 20-х годах прошлого столетия он спас одно уничтожение славянской народы, разогромив от троцкизма, троцкизм в СССР. Вот. Изменив курс Советского России с разжигания мировой революции на возрождение России из пепла. Вот. Если бы в Советской России не победили троцкизм, значит, от троцкизм, ну, что говорить. Даже господин Чубайс посещает, значит, могилу и фотографируется у своего правоприемника, значит, учителя Троцкого. Вот. Что бы было. Конечно, здесь много можно говорить, что Троцкий был связан теснейшими связями с банкирами, сионистами, выполнял их реализацию задачи. Конечно, Сталин, имея духовного образования, он распознал троцкизм, значит, он прекрасно знал и Тору, и Талмуд, и Библию, и логику. Кстати, хотел бы сказать, чего не хватает в современных условиях, если в Российской империи, значит, во всех гимназиях, в вузах учили, значит, логику гимназисты. В советский период тоже логика везде, даже вот репринтное издание на Невском продается до смерти Сталина. Ты учебник в школе, значит, 7-8 класс, логика изучал. После смерти Сталина логику выбросили. Ну, Александр Сергеевич, мой коллега по станку, значит, университета может это подтвердить, что логика изучается для юристов, только она дается, это их профиль логика. И одна лекция дается общий обзор философии. Значит, дальше, если говорить, в военном логика, ну, я когда курсант в военно-морском училище был, логика читалась. Сейчас логика выброшена, значит, логику мы постоянно, вот, дают там предложение, дайте, что усилить в образовании, что поднять, значит, мы даем, дайте часы на логику, хотя бы 40 часов. Нет, это упорно, вот, такая картина. Ну, если говорить по логике Ленин-Сталин, Владимир Ильич Ленин, когда окончил симбирскую гимназию, у него по всем предметам были пятерки, а по логике четверка. И когда профессору симбирской гимназии задали вопрос, почему Ульянова он поставил четверку, он говорит, по логике на пятерку знаю только я. И Осип Ленин-Сталин по логике имел пятерку, и по закону Божию он имел пятерку. И кроме того, здесь тоже не говорилось о юном вкладе в поэзию, великие стихи у Сталина были написаны, вот, которые высоко оценены. Владимир Ильич, сколько времени еще нужно? Нет, 10 минут по логике. 10 минут прошло. 10 минут прошло. Ну, ладно, значит, что я хочу сказать. Заслуга Сталина, что он спас славянский мир, значит, создал великую державу, Советский Союз объединил, значит, ну, 3 минуты. Славянские народы, вот, далее, значит, 3 заслуга, что под руководством Сталина отразил агрессию против СССР объединенной Европы, главной ударной силы. Ну, вдумайтесь, значит, вот, говорит, Советский Союз рухнул, чтобы хилая экономика была. Ну, скажите, а как же хилая экономика победила в Великой Отечественной войне? Вся объединенная Европа работала. Гитлер поставил задачи уничтожить советский народ, уничтожить советское государство, уничтожить колхозы и совхозы, уничтожить коммунистическую партию. Но ни одного пункта он не выполнил, Гитлер. А Горбачёв и Ельцин не только выполнили, и привыполнили. Здесь вот говорили о колхозах, это самое. Где колхозы? Где сельскохозяйственная община? Хлеб, масло, сыр, молоко. Что нас спасает? Вот мы богатая страна. У нас пока, как Советский Союз, как и Россия. От Балтики до Тихого океана всё имеется. Территория. Второе. Эти территории не пустые. Лес, газ, нефть, золото, бриллианты, рыба. Чего не хватает? Не хватает от многих, говорят. Культуры, низкая культура. Варьё-жульё развелось в этом плане. И, конечно, почему нам Сталин нужен? Вот говорят, сейчас надо возродить, обратиться к Сталину. Значит, ну я бы хотел сказать, что... Попросил 3 минуты. 30 секунд осталось. 30 секунд. Значит, нужен что? Иосиф Исарионович Сталин и Феликс Имундович Держинский. И последнее. Величие деятеля государства не только осуществляется мудрым руководством. Приведу последние секунды. Значит, здесь нету слайдов высветить. Значит, золотой запас царской Российской империи в 17-м году. Одна тысяча триста тонн оставил. Иосиф Исарионович Сталин к 41-му году довёл 2500 тонн. Дальше. Хрущёв получил от Сталина 1300 тонн. Куда ушло? На Великую Отечественную войну. Дальше, значит, Горбачёв получил от Брежнева 719 тонн. Золотой запас современной России у Путина, ну, цифра, она меняется, 1778 тонн. То есть, царский золотой запас перекрыт, ну, до Сталинского ещё далеко. Хотя это, может, не Советский Союз. Поэтому, я думаю, что конференция, она оставит незгладимый след. Значит, не всё мне удалось сказать из-за того, что, значит, регламенты я перегорел. Вот Гитлер любил выступать в конце, когда, в конце рабочего дня. Я не люблю Николая. Почему он не любил в конце? Потому что народ уже устал, он по-разному воспринимал. Поэтому, великая заслуга нашего ориентира. У нас есть ориентир. Чего не хватает? Нет авторитетов в стране. Золотой запас есть, а авторитетов нет. Но авторитет есть, это и Осип Кисаревна Сталина. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!